Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас снова видеть у нас на канале Агентства недвижимости в Испании, Alex Home Invest, и с вами я, ваш менеджер Эльвина. Сегодня мы находимся в Аликанте, чтобы показать вам квартиру, которая у нас расположилась в районе Альто Сано. Альто Сано у нас славится, можете сказать, таким знаменитым своим госпиталем главным. И у нас квартира как раз в двух минутах именно от этого главного госпиталя находится. И что же будем сегодня смотреть? Объект 80 квадратных метров, 3 спальни, 1 санузел, отдельная гостиная, отдельная кухня и, как я уже сказала, район Альто Сано, Аликанте. Ну и давайте немножко расскажу про саму инфраструктуру района. Помимо главного госпиталя, также у нас школа, которая находится всего в минуте ходьбы от нашего дома, поэтому если вы планируете переезд в Аликанте с детишками, то будет очень удобно. И, конечно же, супермаркеты основные, это все в пешей доступности. Также есть супермаркет Балтика, где можно найти близких сердцев продукты, родные, по которым, если вы успеете соскучиться, вот всего в пару минутах ходьбы также можете зайти и закупиться. Ну и помимо этого, конечно, бары, рестораны, об этом я молчу. Все это тоже у нас в ближайшей доступности. Банки, аптеки, почта. Все это, в принципе, инфраструктура отличная. Ну и вот этот замечательный пар, где вы можете гулять и наслаждаться летними деньками. Ну и давайте, наверное, пройдем к нашему объекту и покажу вам его. Подошли с вами к нашему дому. Что хочется прокомментировать? У нас он сделан такой буковкой П, поэтому здесь у нас вот это пространство, это считается придомовое пространство. Закрытый, в принципе, въезд для выгрузки или погрузки можете сюда, в принципе, машину завести. И на углу есть свой бар, по утрам кофе пить. Ну и давайте сейчас пройдем с вами и поднимемся. На четвертом этаже у нас находится наша квартира. Заходя в квартиру, отмечу качество двери, хорошая дверь добротная. И также всем соседям в этом месяце должны установить видеонаблюдение, видеодомофон именно. Ну и мы давайте с вами начнем, хотя у нас в этой части идет коридор со спальнями, давайте начнем все-таки с гостиной. Квартира у нас после ремонта, как я уже упоминала. И это, конечно, большой плюс, потому что вы заезжаете и вам не нужно будет никаких вложений делать. Во-первых, что касается мебели, то мебель в основном вся остается. И вот то, что вы видите в этом зале, она тоже все остается. Также из плюсов у нас есть кондиционер, их в доме два, один у нас как раз именно в гостиной расположился. И помимо этого стены везде в квартире у нас гладкие, чистенькие, светлые, поэтому, конечно, такой аура создается приятной. Ну и есть выход у нас также в гостиной на балкончик, а прежде чем выйдем, тоже скажу вам, что у нас именно пластиковые окна с двойным стеклопакетом. Помимо того, что у нас есть вот такие жалюзи, также хозяин установил вот такой вот тольда тканевой и, конечно, дополнительная защита от солнца. Сразу скажу, что у нас с вами солнце встает именно здесь, поэтому первую половину дня у вас солнечная именно гостиная, а дальше солнце во второй половине дня идет в комнаты, которые мы сейчас с вами посмотрим. Ну и по поводу видов хочется отметить, так как у нас дом идет буков КП, то есть напротив вида на наш дом, на соседей, и вот с этой стороны уже виды более немного открыты. Ну и сейчас давайте пройдем и посмотрим наши спальни. Из гостиной у нас идет сразу же вход в нашу первую спальную комнату. Это у нас такая именно хозяйская спальная комната, большая, как можете заметить. Что мне здесь нравится, это, конечно, помимо простора, это то, что вот эта вся мебель у нас остается, как я уже говорила. Есть большой во всю стену встроенный шкаф, кстати, очень много у нас дополнительного пространства, места есть и очень так хорошо сделано, поэтому, в принципе, вы тут даже любые вещи можете сложить. И еще, что хочется отметить, на полу у нас лежит ламинат и окна, как уже говорила, с двойным стеклопакетом и вид именно вот из нашей главной спальни выходит во внутреннюю патию. Единственный минус, вижу, что напротив у нас имеется соседское окно, поэтому, конечно, вот такие шторки это будет обязательное наличие. Ну и сейчас давайте выйдем на наш коридор удлиненный и, проходя по нему, посмотрим нашу вторую спальную комнату. Ну и пока идем, еще хочется прокомментировать, как говорил у нас кондиционера в квартире 2. Вот это вот второе, он у нас расположен именно в коридоре. Очень удобно, потому что сразу охлаждает несколько элементов квартиры, несколько спален. И также у нас практически напротив второй спальни расположен наш санузел, который имеет душевую саму и, конечно, всю необходимую сантехнику. Хочется, конечно, отметить качество самой сантехники и такие современные элементы, как, например, зеркало с подсветкой. Все так очень лаконично сделано. И также есть дополнительная сушилка для полотенец электрическая. Ну и, собственно говоря, перемещаемся с вами во вторую спальню. И здесь, что хочется отметить, что помимо вот этого односпального места у нас также есть дополнительное место. Например, если к вам приехали гости или кто-то, вы всегда можете разместить их здесь, например. Тоже, кстати, очень удобно и спасает. И, конечно, помимо этого дополнительные полочки, место. И что мне нравится, это то, что у нас шкафы все сделаны именно были здесь под размеры комнат, поэтому очень все лаконично сделано, много места. Можете обратить внимание, есть дополнительный стол. Ну и сейчас давайте посмотрим нашу кухню, которая как раз-таки идет следующая по коридору. Что хочется отметить, во-первых, конечно, что она довольно просторная, современная. Например, вот где-то у нас шкафчики обычные, где-то у нас, например, вот здесь они с доводчиками. Конечно, по поводу, сразу отмечу, можете обратить внимание, все достаточно стильно выглядит. Электрические приборы хозяин хочет забрать. Ну, например, вот как посудомоечную, стиральную машинку, может холодильник. Но он сказал, что все обговаривается в этой жизни, поэтому если вы хотите кухню вставить так, как есть, именно со всеми электрическими приборами, это можно будет обговорить. Что хочется отметить здесь, что у нас хорошая столешница, на полу плитка, так же, как и во всей квартире, гладкие стены, современная именно сама лампа. И окна выходят так же у нас на наше же патио внутреннее, но так как этаж верхний, у нас достаточно много света именно заходит. И так же в кухне есть небольшая галерея, где у нас расположена как раз-таки стиральная машинка, нагревательные боли и дополнительные полочки для обуви. Ну и последнее, наверное, что было не сказано про кухню, что именно здесь у нас вот такая дверь. По сравнению, например, с остальными комнатами, где у нас обычные стандартные двери. Двери, кстати, хорошие, современные. И наша последняя, третья спальня, конечно, она использоваться, наверное, может все-таки как односпальная именно комната. Можно поставить тут кровать, либо вот хозяева использовали, не знаю, видимо, дополнительное место отдыха. Диван, кстати, забирается, диван хозяин не оставляет, но при желании, как я уже говорила, все можно обсудить. И окна у нас выходят здесь, на нашу же внутреннюю галерею, где мы были на кухне. Ну и на этом, я думаю, мы с вами обзор нашей квартиры закончили. Давайте сейчас спустимся, прогуляемся немного и подведем итоги. Ну что, друзья, вот такой объект мы сегодня предоставили вашему вниманию. Кстати, не забывайте, что вы всегда в комментариях можете написать, понравилась вам квартира или нет. И пишите еще, что бы вы хотели, чтобы мы для вас сняли в следующем выпуске. Ну и, конечно, давайте перейдем к самой квартире. Конечно, что хочется отметить, вернуть обратно нашу рубрику плюсы и минусы, многие из вас спросят. Поэтому из плюсов, на наш взгляд, конечно, это то, что квартира у нас был в ней сделан недавно ремонт. И второй плюс – это то, что вся мебель у нас остается. Поэтому вы, приезжая, например, в Аликанте, сразу можете заезжать жить. Не нужно вообще никаких вложений будет делать. А из минусов, самый главный – это, конечно, то, что у нас нет лифта в доме. Это четвертый этаж. Поэтому для тех из вас, кто любит заниматься спортом, четвертый этаж по-испански, пятый по-русски, вам добро пожаловать. Для тех, кому, конечно, будет, наверное, тяжело подниматься, могла бы успокоить тем, что лифт в доме уже сделали собрание, чтобы установить ли в доме. Но так как пока еще ни к общему знаменателю не пришли, не могу вам его обещать. Ну и второй минус – это, пожалуй, что нет таковой урбанизации. То есть у нас закрытый двор, но без урбанизации. Мы надеемся, что вам наше видео понравилось. Ну и, конечно же, надо поговорить о цене. О цене, чуть ли не забыли. Цена квартиры – 78 тысяч. Ну и пишите, конечно же, если вам понравилось или нет. Не забывайте поддерживать нас лайками, нам это всегда приятно. И мы увидимся с вами очень скоро при просмотре следующей недвижимости. Всем хорошего дня!